Я не знаю, что это. Блинчики, вафельки, либо вафельные блинчики, но это очень вкусная штучка. Погнали готовить! Нам понадобится 7 столовых ложек муки, 4 столовые ложки крахмала, также 4 столовые ложки сахара, немного соли и чайная ложка разрыхлителя. Также добавляем 1 куриное яйцо и наливаем 150 мл молока холодного. Добавляем 20 г растопленного сливочного масла и все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Этот рецепт очень простой, но при этом очень необычный и готовится также легко. Если вам не сложно, поддержите мое видео лайком, а меня подпиской на мой канал. Я буду очень и очень вам благодарна. Ролики на моем канале выходят каждый день. Рецепты самые простые, но очень и очень вкусные. Тесто готово и теперь нам необходимо его перелить в пакет. Это самый обычный целлофановый пакет. Переливаем тесто и вот так же завязываем. Разогреваем сковороду, никакого масла лить на нее не нужно. В пакете делаем маленькую дырочку и рисуем любой рисунок, какой вам нравится. Ажурчики, кружавчики, все что хотите. Хотите плотнее, хотите более редкий рисунок, как вам угодно. Немного его подпекаем, но не чтобы тесто осталось сырым, а чтобы оно полностью подсохло сверху. Вот так немного лопаткой помогаем ему отлипнуть от сковородки. И прямо на сковороде начинаем скручивать вот такую трубочку. Будьте осторожны, это конечно же горячо, но женщины в основном к этому привыкшие. И повторяем процедуру со всем оставшимся тестом. Если вы планируете оставить наши, пусть мы так назовем, вафельные блинчики, просто прямыми, без сворачивания, тогда можете конечно же подпечь их с двух сторон. Если вы сворачиваете трубочкой, тогда подпекайте с одной стороны, потому что потом, если вы их подпечете с двух сторон, уже не свернете, они будут ломаться. Вот такая нереальная красота у нас получилась. Быстро, просто, обычные ингредиенты. А как выглядит красиво, согласитесь? А на вкус тоже очень вкусно. Попробуйте обязательно приготовить, я уверена вам понравится. И до скорых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok